Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Holy Play. Сегодня будет очень интересная серия, будет много интересных моментов, поэтому советую вам посмотреть видео от начала до конца. В этом видео вы увидите, как я получил бесплатно машину, а именно джип, кое-какой, очень классный, но подробно я вам чуть позже ее покажу, и вообще вы узнаете, откуда у меня появилась она. Также вы увидите, как я поменялся номерами, теперь у меня другие фуллбад номера, также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Сначала я вам предлагаю посмотреть моменты, как это все происходило, то есть я записывал все, как происходило, но без звука, поэтому сейчас вы посмотрите все моменты, которые я снимал под музычку, а потом я уже вам покажу саму машину, расскажу, что это за машина, сделаю на нее обзор, покажу блат номера. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж пацаны, вот получается эта машина, это джип Grand Cherokee SRT8, Trackhawk именно, Trackhawk это самая заряженная версия этого джипа, в ней в стоке в реальной жизни 700 сил. Это самый быстрый джип в мире, именно серийный, который можно купить в автосалоне. Это реально очень жестко, как вы понимаете, эта машина находится не в автосалоне, на мазинге, ее только можно выбить либо с рулетки, либо купить у кого-то с рук. Как у меня вообще эта машина оказалась? Получается, как вы помните, вышло габальное обновление, и там были дома по ГОСу. И мой друг Матве Вилла попросил у меня 30 миллионов в долг, чтобы словить себе дом. В итоге он этот дом себе словил, и недавно он его продал, получается. Но он мне оставался должен еще 7 миллионов, то есть 23 миллиона он мне отдал наличкой, и оставался мне должен 7 миллионов. Но денег у него не было, но у него зато была вот эта машина, и он ее продавал как раз за 7 миллионов на Анашане. И так получилось то, что я у него ее забрал за долг, то есть он мне был должен 7 миллионов, и чтобы он не отдавал мне деньги, я у него просто забрал эту машину. Ну как забрал, он сам мне её просто дал за долг и всё. Теперь получается, эта машина именно моя, и мне Матвей ничего не должен. И также, пацаны, у меня появились вот такие вот номера, 3К39. На самом деле, это спонтанная покупка, потому что мой друг, господин Прайд, он вернулся играть на Амазин, как бы. И у него была Камри с вот этими номерами, 3К39. И мне как бы эти номера понравились, потому что у меня есть тоже подобные номера, но я вам об этом чуть позже расскажу и покажу. И он как бы эту машину продавал за 55 миллионов, но как вы понимаете, у меня этих денег не было. Я ему предложил обмен, мою Теслу с номерами АМР-шестёрочки на Камри с вот этими номерами. Как бы он долго думал, не хотел сначала, но в итоге потом он согласился, но мне пришлось доплатить, получается, 5 миллионов за эти номера. То есть я ему дал Теслу свою с номерами АМР-шестёрки, но Тесла это стоит где-то 50-55 миллионов, потому что сама Тесла стоит 15 миллионов по господинам. И плюс она была в полном тюнинге, получается, кроме аудиосистемы. И также стояли номера за 30 миллионов АМР-шестёрки, которые я сам покупал. И в итоге мы с тем поменялись, и я Камри слил ГОС и забрал у Матвей вот эту машину. И номера 3К39, как вы поняли, я поставил именно на эту тачку. Давайте покажу вообще Карпас и расскажу про эту машину. Потому что тачка довольно-таки интересная, она не у всех есть, ГОСКа у него, пацаны, очень маленькая. Но я верю на то, что ГОСКу изменят, потому что всегда, когда машины были с маленькой ГОСКой, им ГОСКу меняли на нормальную ГОСКу. Возможно, у этой машины будет ГОСКа 5 миллионов, возможно, ГОСКа будет 10 миллионов. Как бы никто этого не знает. Даже если у ГОСКа у него была 1 рубль, мне было бы абсолютно всё равно. Она у меня получается в полном тюнинге, кроме аудиосистемы. Ну, сами понимаете, аудиосистема стоит 25 миллионов. И то сейчас, по-моему, её нельзя поставить даже. И вот на неё поставил номера 3К39. Номера эти стоят, ну, 50-60 миллионов где-то, я точно не знаю. Зачем я взял именно эти номера? Да потому что, пацаны, у меня есть как бы тоже похожие номера. Вот, 3К38 у меня есть на Елике получается. И на Бугатте у меня стоит номер 3К36. Грубо говоря, у меня коллекция теперь. Осталось найти 3К37, но 3К37 они стоят около 70 миллионов, наверное. Даже больше. Не знаю, куплю я себе их когда-то или нет. Но теперь у меня есть такая небольшая коллекция блат-номеров. 3К38, 3К36 и 3К39. Давайте теперь перейдём к самой машине, как бы прокатимся на ней. К сожалению, на ней нету нитро, я считаю, это очень большой минус. Но сама машина очень интересная. Внешне мне очень нравится. Такой двухствольный выхлоп красивый. Да и сама она тоже симпатичная машина. Сначала, как её добавили, она мне не нравилась. Честно, мне она не нравилась. Но я её забрал себе, получается, покатался. И теперь она мне очень даже сильно нравится. Такая морда агрессивная. Ещё старый джип Grand Cherokee SRT. Но он не такой интересный, как этот. Максималка у данной машины получается 200 километров. Но мне почему-то кажется, что всё-таки максимальную скорость ей изменят. Потому что, как бы, это самый быстрый джип в мире. Он должен очень хорошо ехать. Да, разгон он тоже не особо хороший. Но, честно, я вот покатался на ней пару дней. И мне, как бы, скорость и ускорение мне её нравятся. Конечно, хотелось бы больше. Но, возможно, скорость ей поменяют. Я на неё вот такие вот диски поставил. Потому что стоковые диски мне не особо нравились, как бы. И тюнинг на эту машину вообще дешёвый очень сильно. Скорее всего, это из-за того, что здесь, как бы, маленькая воска. Из-за этого цены на тюнинг очень маленькие. Но я вот недавно ставил на неё бензобак. И бензобак мне обошёлся в 90 тысяч. Хотя бы 100 даже скидки не было. И бензобак мне обошёлся всего лишь в 90 тысяч рублей. Вот почему я вообще её взял? Потому что, как бы, ну, у меня джипа вообще нету, кроме гелика. Новый гелик я покупать не хочу. Потому что не вижу в этом никакого смысла. Потому что, ну, старый гелик меня вполне устраивает. Да, новый гелик быстрее на 50 километров. И разгоним его пободрее. Но менять, типа, старый гелик на новый я не хочу. Потому что это придётся снимать номера. Потом переоставлять на новый гелик. Новый гелик придётся покупать либо с рук, либо с автосалона. Это минимум 10 миллионов. Короче, мне это неинтересно. Я буду ездить на старом гелике. Меня всё устраивает. Но всё-таки я решил себе это взять джип. Потому что, ну, как бы, у меня одни спорткары. Ламбо, Бугатти, там, одни именно спортивные машины. А джипов у меня особо нету, кроме гелика. Поэтому я считаю, что джип Гранч Рокки это самый лучший вариант. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok